здравствуйте дорогие друзья давайте сегодня немного отдохнем то есть вы отдохнете а я чуть-чуть поработаю покажу что я вам делаю какой у меня сегодня легкий труд и хорошее настроение погода прекрасная солнышко светит правда не очень яркая такая легкая дымка ну и тепло где-то градусов 10-12 у нас я собираю посылочки последние выполняю свои долги так сказать по отправкам и немножко сейчас решила полить свежепересаженные растения сейчас покажу чем полью итак моя любимая лейка лейка вообще-то на 12 литров ну 10-12 литров и у меня есть еще кальциевая селитра очень такая такой препарат это селитра она очень гигроскопична посмотрите во что она превратилась оставила пачку открытой здесь остаточки уже и вот она превратилась такой сиропчик здесь вот ложечка этого сиропчика набирается вот такая мерная я эту ложечку растворяю на эту леечку кроме того еще сполосну на всякий случай вот запомните что кальциевую селитру нельзя ни с чем смешивать то есть она должна вноситься только отдельно вот этот кальций который в ней содержится оксид кальция он очень активный элемент если мы внесем туда какое-то удобрение ну допустим до кристаллон комплексное удобрение хорошее но если мы добавим его сюда вот эти как раз соли металлов микроэлементы могут вступить в реакцию и связать этот кальций который необходим для растений они его свяжут в нерастворенную нерастворимую форму поэтому вот это имейте в виду наливаю в меньшую леечку для леечки у меня есть вот такой носик чтобы было удобно поливать допустим вот так вот и пойдем сейчас поливать и пойдем и пойдем малышей наших польем вот они наши малыши обратите внимание они уже бодренькие такие стоят уже схватились за грунт уже все им хорошо вот у этих малышей это же с посылочки вот эти вот примулки эти примулки тоже сеянцы они все схватились вот эти листики которые вялые такие это были поврежденные листики процессе перевозки вот один загнулся ну я уже видите вот один загнулся я уже садила конечно сюда ну все 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 прям прям самые вот такие вот таких и крошечек вот прям микроскопических садила но в целом листики позеленели вот серединке все бодренькие стоят ну а эти листики которые валяются они скорее всего отомрут но пока я их убирать не буду вот здесь вот уже видите отмирание листика происходит пока я их не убираю выглядит конечно это все страшненько и не презентабельно но я знаю что я делаю главное сейчас вот чтоб серединке хорошо освещались листики отодвинуть вот видите поврежденные листики процессе перевозки ну а здесь вот самая серединка уже начала расти и здесь тоже неплохо неплохо и так полив сейчас вот так поправлю камеру немножко вот это растение сырое и вот этот рядок сырой значит на них я воды не дам а полью только те которые сухие вот и все вода мгновенно впиталась вот на глазах уходит вода все практически уже везде каждом стаканчики водичка впиталась здесь кольцелярия здесь тоже сразу видно по цвету вот темненький стаканчик вода есть вот здесь тоже вот 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 влажновато вот влажновато вот влажновато значит я буду поливать выборочно точно так же только туда где нет влаги все влага очень быстро впитывается ее немного и она не принесет нам вред она только поможет молоденьким корешкам сейчас мы корешки же у нас маленькие вот прозрачных стаканчиках сейчас большое растение покажу вот прозрачных стаканчиках очень удобно отслеживать развитие корневой системы видите сейчас еще на стеночку ни один корешок не вышел это значит что к корни находятся в центре субстрата и ближе по к поверхности поэтому совсем немножко нужно добавить сюда воды совсем чуть-чуть очку это то что я называю поливать очень аккуратно без фанатизма вот таким образом ну здесь точно так же лечку я проношу очень быстро все вот она тут же впитывается влага так здесь у нас более все больше не нужно здесь тоже ну вы скажете ты зачем вообще селитру то добавляла с какой целью то ее добавляла если ты одним даешь растениям воду другим не даешь в чем прикол то а прикол как раз том и есть что те растения которые быстрее употребили влагу находящуюся субстрате значит у них быстрее развивается корневая система значит они и быстрее будут поглощать питание быстрее будут развиваться ну а те растения которые у меня сейчас сырые если я им добавлю даже с азотом водичку это не значит что они прямо сейчас мгновенно начнут расти нет они будут расти так как они могут и наша подкормка сейчас им большого не даст забега она им может принести вред потому что это будут уже излишки влаги ну и пусть на первый раз не все растения получат азот ничего страшного они получат его в следующий раз и выровняются главное дать сейчас возможность развиваться тем которые могут развиваться и создать оптимальные условия для тех кто отстает чтобы они не начали плесневеть а насчет плесени вот вчера вам видео показывала теперь вот смотрите ситуация вот здесь вот вот в этой примуке развивается плесень вот этот горшочек маленький он сыренький и вот она эта плесень не за горами и очень быстро она развивается что я сделаю я вытащу сейчас этот горшочек и поставлю его вот сюда на полочку во первых здесь освещение лучше горшочек будет прогреваться быстрее ну эту плесень можно убрать первых листик убрать на час я возьму здесь нужно взять инструмент ножик вот этот мой тупой аккуратненько снять вот эту плесень и убрать этот горшочек будет лучше освещаться и прогреется внутри горшочка земля субстрат прогреется и плесень тогда поймет что здесь ей не рады и пора сматываться и не будет больше нам досаждать и развиваться ничем таким особенным я не поливаю никакие протравливания не провожу просто изменяю изменяю условия существования этой плесени причем я хотела вам сказать что вот эти все мои разговоры о том что можно не обрабатывать можно ничем не протравливать это все в силе только для здоровых растений если же ваши растения ослаблены если же оно действительно повреждено какими-то фитопатогенами то конечно не стоит долго ждать и наблюдать как растение загибается именно конкретно само растение речь уже не о субстрате нужно конечно будет сделать какие-то обработки фунгицидами препаратами которые помогают растению справляться с заболеваниями бегонии вот эти вот посеянные мои бегожки америка гибрид вот так выглядят вполне прилично а у них немножко потянулись листики первые настоящие первые листики у них потянулись вот я держала долго под пленочкой а потом перенесла когда в теплицу вот у них здесь вот снизу видно такие махонькие листочки стали развиваться и они уже такие настоящие прям листочки ну такие прям характерные немножечко даже потемнее потемнее такие они становятся но они уже адаптировались для тепличных условий вот грунт такой немножко суховатый по поверхности грунта здесь у меня наблюдается активное развитие микроводоросли и мха мох вот такими пластиночками лишайник какой-то вот видите но он не лишайник это я утрированно не знаю какого вида это мох но это мох вот такие пластинки как листики ну буду я сейчас тоже кальциевой поливать так для этого я сниму носик вот так вот отогну чуть-чуть отогнул краюшек коробочки своей коробка из-под лапши и вот на краюшек сюда залью получается на поверхности у меня воды нет а корешки там там у меня внутри на донышке я вам показывала уже видео как я делаю готовлю устраиваю ложе из своего перегнойного грунта ну такого более питательного потом насыпаю сверху слой чистого торфа вот этого а потом только раскладываю семянки значит корешочек проникая сквозь торф сразу же опускается вот сюда вот на ближе к дну питательный субстрат там уже есть питание значит мне для того чтобы здесь не происходили никакие загнивания ничего мне нужно влагу поставлять именно туда это очень удобно делать когда чуть-чуть вот это она же пенопластовая коробочка чуть-чуть ее отгибаешь краешек и там внутри накапливается потом силой капиллярного поднятия изнутри и влага подымается и мы все равно видим что будет субстрат у нас такой влажноватый если я буду лить сейчас на поверхность вот эти мхи и лишайники навряд ли влага проникнет вглубь она все равно скатится сюда на краюшки и где-то она попадет где-то не попадет ну в общем мне не нужно кормить вот эти верхние организмы мне необходимо кормить конкретно бегонии а для них мне нужно поставить для них воду предоставить непосредственно корневой системе то есть в нижние слои вот таким вот способом интересным я это делаю вот это самая сухая чашечка вот здесь вот уже видно что она подсыхает поэтому я добавлю также немножко ну кроме того я еще на поверхность не лью по причине что здесь проросточки такие маленькие вот если нечаянно чуть-чуть вот видите про попала на проросточек проросточек сразу же завалился вот он для того чтобы они не валялись одержались самостоятельно я еще именно так и делаю вот для этого так а вот здесь вот совсем мало это другой сорт амери гибрид пикоти абрикосовое кружево его совсем мало взошло ну чашечка тоже такая довольно таки суховатая вот и весь полив посев был сделан 25 08 есть видео кому интересно можете посмотреть так здесь я еще вам хотела показать помните я покупала бегонию такую из магазина дохленькую вот от нее кусочек это единственный черенок который с нее я сняла и который живой он укоренился уже начало укоренения пошло потому что начал развиваться бутончик и свеженький листик вот такая вот малыш не получилось вот это моя бегония эти орочка пеги тоже отвалился кусочек от нее и я его поставила в субстрат сразу но прежде чем корням развиваться она все-таки стала давать бутоны потому что сейчас для нее время цвести и поэтому она делает свое дело корни здесь еще пока не образовались просто она здесь существует за счет того что влага есть субстратии влага впитывается ну как бы вот вазочки стояла растение и фотосинтез листьев все вот это вся жизнь а вот те растения бегонии которые укоренились у них вот такие вот темные корешки видите они пушистенькие но не темненькие это не гнилые это такая особенность у бегонии они вот имеют такого цвета коричневатого листья корешки вот у этих бегонии развитие листиков происходит нормальная характерная по сорту листики нарастают и цвести они не собираются потому что сейчас им не время цвести они будут зацветать только к весне вот такие деточки бегония нон-стоп white кстати заметила что летом и осенью хорошо укореняются те бегонии которые клубневые и крупно с крупными цветами а бегоний латиор если вот летом и весной укоренять она укореняется хорошо наращивает такие жирные жирные кустики вот такие вот шикарные кустики зацветает она как раз осенью в зиму вот такая ее особенность но пойдемте дальше поливать идем сквозь дебри сквозь дебри коробок идем к моим пеларгониям пеларгонии тоже из посылки королевские так что мы видим здесь кустики которые хорошенькие уже хорошенькие вот центральные побеги центральные почки у них вот листики уже развиваются уже прям хорошенькие даже более зелененькие они стали листики которые не жизнеспособные растение их само скидывает но уже осталось немножко здесь еще черешки зеленые но скоро и черешки уйдут вот как здесь допустим вот оно должно вот уже легко потянуло и уже отошел листик вот этот скоро отойдет а само растение развивается новый листик вот образу образуется вот здесь вот уже растет все а вот смотрите здесь вот это растение у него точка роста сохранилась и начал развиваться а вот здесь вот все погибло вот здесь тоже ну вот здесь вот центр хорошенький вот здесь центр живой дохлакс дохлакс все дохлакс но здесь жить будет только вот эти вот лист уйдет еще не отпускает листик ну пусть будет это сломанный был вот я именно так и держу чтобы растение само отпустила листик вот здесь вот был поврежденный листик видите он отсох уже у основания легко убирается ну конечно выглядит неопрятно но видимо в этом есть какой-то смысл потому что те растения которые легко отдают вот эти погибшие листики они их уже отторгли они развиваются потом хорошо то есть обрывая лист который погибший насильно обрывая мы открываем ранку как бы еще не полностью за заросшую то есть там еще не образовалась раневая ткань такая какая надо а вот отбирая листики которые уже самостоятельно растение отдает значит мы не наносим никакого ущерба никакого вреда для растения а здесь вот смотрите два листика живых а серединка живой он все но этот держится посмотрим бывает что в пазухе этого листа что-то просыпается уходит хорошо листик отходит ну вот картина такая же как и с теми сеянцами которые пикировала вот сырой горшочек ему ничего не достанется вот сырой горшочек и вот сырой горшочек а вот эти сухие поэтому поливаю только там где сухо это очень-очень немножко самую капельку поливаю ну конечно там где дохлаксы их нужно просто убрать сюда не надо сюда можно чуть-чуть ну вот мало-немало уже лечку разлила буквально трем растениями хватило ну в общем принцип понятен еще вы спрашивали как я буду хранить зимний чеснок вот у меня еще есть много зимнего чеснока вот здесь вот в общем две сетки ну с пока ему здесь неплохо а вот наверное сегодня завтра я буду его убирать из этих сеток в другие более компактные сеточки и опускать подполье подполье у нас сухо и прохладно не холодно и не тепло так прохладно градусы я не измеряла сколько там у нас градусов работает вытяжка всегда потому что бурты и картошки большие я пущу туда же свой чеснок и он там будет прекрасно хранится практически до весны и не будет прорастать я буду вытаскивать по мере необходимости использовать его и прорастать он не будет а если достать и подержать некоторое время дома то неизбежно начинается пробуждение чесночной стрелочки она начинает выходить зелененькая и зубчиков вот этого я не допускаю и поэтому достаю только понемножку чтобы использовать несколько через несколько дней вот как вы поняли вот такая у меня сегодня легкая работа я полью все свои посевы пересмотрю взрослые растения это очень быстро пробежаться здесь глянуть что к чему потом возможно по настроению уберу чеснок а самое главное моя работа дособирать посылки ну хочу вас еще немножко повеселить и вставить такой один моментик очень интересный смотрите смотри чё нашла громко говори что ты пришла признавайся нашла возле соседа сколько было усыпано желудями первый год дубочек скинул желуди очень высокий трехэтажный дом уже дерево три стола растет с одного и очень красивая кора и ты его ограбила я можно сказать что я его ограбила вот набрала возле дома молодец вообще хочу посадить попробовать как у нас в сибири будет там прорастет но уже по городу есть дубочки крышечка главная ну вот я так понимаю что вот с этой стороны это крышечка крепилась да да здесь была крышечка вот так вот крышечка вот так она села на дереве вот отсюда значит будет проросток покажу в баночке будем в сибири сибирь дубами засаживать сосны то уже вырубили так шумно потому что разговор происходит около молокомата торговом центре сибирь это людмила михайловна моя подружка которая со мной работает сначала я думала что это деревяшки вот это пришла домой расковыряла пожевала но не противно съедобно как орешки а потом для меня дошло что все хватит что будешь делать с ними посажу баночки посмотрим что получится не что значит размножать будем дубы экспериментаторы так друзья я не одиноко в своих стремлениях экспериментировать а вы в своей жизни что-нибудь такое интересненькое садили вот и напишите о своих экспериментах может быть для вас тоже какое-то растение стало открытым вот для людмилы михайловны стал дуб открытием у соседа растет и ей тоже охота но на этом всего доброго до свидания до новых встреч